МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбирать самое полезное для человечества ископаемое дело неблагодарное. Все, что мы используем, нам нужно. Но если все же выбирать самое-самое, то в список тех ископаемых, что серьезно повлияли на развитие человеческой цивилизации, точно попадет уголь. Без него не случилось бы 200 лет назад промышленной революции, не было бы тепловых электростанций и, соответственно, не было бы тепла и света в наших домах. Даже сегодня, когда мы научились получать энергию разными способами, около 40% мировой электроэнергетики приходится на долю угольной генерации. Однако технологии на месте не стоят. И сегодня уголь, прежде чем попасть в топку, проходит специальную обработку, которая позволяет повысить его теплоотдачу и экологичность. Как это происходит, будем разбираться в нашей программе сегодня. Это уникальный комплекс глубокой переработки угля, реализованный на нашем березовском разрезе. Ну, он в основном включает в себя три основных процесса. Происходит сжигание угля в топке с низкотемпературным кипящим слоем. При этом летучие все выгорают, и из них вырабатывается тепло. На территории Красноярского края расположено одно из крупнейших месторождений угля в мире – Каннско-Ачинский угольный бассейн. Оно протянулось на 800 километров и входит в топ-3 угольных месторождений мира. Одна из точек, где отрабатывает это гигантское угольное поле – березовский разрез в Шарыповском муниципальном округе. Мы находимся на разрезе Березовский. Разрез отрабатывает Березовское буроугольное месторождение. Запасы месторождения – 3 миллиарда 595 миллионов тонн угля. Технология разреза позволяет вести на соответствующем уровне горные работы. Поэтому разрез представляет из себя в какой-то степени учебник, по которому можно учить студентов. К нам приезжают студенты, приезжают коллеги. Все удивляются именно нашей технологии в том, что она имеет определенные отличия с точки зрения культуры производства горных работ. Добычу здесь ведут огромные роторные экскаваторы, высота которых достигает 56 метров. Из ковше этих гигантов горной индустрии уголь поступает сначала на забойный конвейер, а потом на магистральной длиной 15 километров – самой длины в России. По этому конвейеру уголь подают главному потребителю разреза – Березовской ГРЭС. И до недавних пор цепочка на этом заканчивалась. Однако в 2020 году здесь запустили комплекс глубокой переработки бурого угля. Из него делают брикеты бездымного топлива. Мы пошли по пути переработки угля и получения из него продуктов с повышенной добавленной стоимостью, и которые, в общем-то, являются экологически гораздо чище, чем сам уголь как сырье. Поэтому на предприятии ведутся работы по выпуску буроугольного полукокса. Из него производится брикет топливный, экологически чистый, который мы отправляем в жилищный сектор Красноярска, других городов края. Кроме этого, умеем уже изготавливать и изготавливаем металлургический брикет, который применяется в металлургических производствах разных отраслей. Почему именно здесь? Один из плюсов бурого угля именно березовского разреза – это невысокая зольность. Содержание золы в угле измеряется в процентах от общей массы. Чем ее меньше, тем выше теплота сгорания угля, и тем он, соответственно, лучше. К высокосортному относят уголь, у которого содержание золы колеблется в пределах 25%. У березовского угля этот показатель составляет всего 5%. При этом есть в нем и другие плюсы. Уникальность всех конскачинских углей, особенно разреза березовский, заключается в том, что в минеральной базе угля практически всего находится 0,19% серы. Это самый элемент, который влияет на экологическую безопасность всех станций, которые сжигают бурый уголь. На березовском разрезе вместе с учеными создали технологию, которая позволяет не просто сжигать, а делать это высокоэффективно и экологично, удалив из угля лишнюю влагу и летучие вещества. Для этого на разрезе был возведен комплекс глубокой переработки. Компания «Суэк» инвестировала в строительство и оснащение этого производства, аналогов которому нет больше нигде в мире, более 1 миллиарда рублей. Производство бездымного топлива выглядит так. Уголь с разреза поступает по ленточным транспортерам на углеподготовку. Сначала его измельчают до фракции определенного размера, а затем сжигают в котельной. Но уголь, подобно птице «Феникс», в этом огне не сгорает, а перерождается. Из него получается высококалорийный продукт, так называемая мелочь коксовая. А происходит это потому, что сжигают его там по особой технологии. Энерготехнологическая установка представляет себя как бы установкой, это котел в кипящем слое, где из нашего угля выгорают все летучие, все смолы, и на выходе мы имеем практически чистый углерод. Наш продукт на выходе состоит 84-86% углерода. То есть при изготовлении мелочи коксовой мы получаем основной продукт, это, допустим, теплоэнергия, которая отапливается промплощадка нашего разреза. И, ну, также идет на хозбытовые нужды горячая вода. И вместо золы мы получаем продукт мелочь коксовая. Уголь в этом кипящем слое проходит три зоны при определенных температурах. Словно герой из казок ныряет в три разных котла, да выныривает добрым молодцем. Но до крепкого избитого молодца ему, правда, на этой стадии еще далеко, так как после котла он рассыпается в порошок. Чтобы сделать из него брикеты, в этот порошок добавляют органическое связующее вещество растительного происхождения и никакой химии. Связующее – это компонент связи, чтобы у нас брикет формовался. То есть так мелочь коксовая, это из себя представляет, ну, как сахар-песок. Фракционным составом от нуля до трех миллиметров. Ну, такой порошок черного цвета, как уголь. Ну, наш уголь бурого цвета, здесь черного цвета. После этого уголь можно подавать на брикетирование. Волковый пресс при давлении 200 тонн прессует смесь. Вот здесь смесь приобретает форму, форму брикета. Вот такого размера, 40 миллиметров, наиболее оптимально подходящий для использования в коммунально-бытовом хозяйстве. Как происходит? Ну, вот там вот у нас два цилиндрических вала друг на друга накатывают и, собственно, вот формируют эти самые брикеты. Ну, процесс лично напоминает, ну, как вот, знаете, многие из нас готовили орешки из песочного теста с вареной сгущенкой. Вот так, зажимаешь, орешек готов, половинка. Здесь только целый, тоже орешек, только угольный. Вот он у меня, сформированный этот самый орешек, еще тепленький. Далее ему нужно попасть на сушку, чтобы убрать всю влагу. Вот туда, на эту линию загружается по конвейеру. И там в течение часа эти самые брикеты сушатся при температуре 120-140 градусов. После чего идут на посовку и к нам, потребителям. Все процессы на этом комплексе автоматизированы. Оператор в центральной диспетчерской нажатием нескольких кнопок запускает линии, следит за соблюдением всех параметров и может их в процессе подправить. А также перед отгрузкой проверяет каждую партию на то, чтобы содержание влаги не превышало норму. Случайно отобранные образцы измельчают и загружают в специальный прибор, который и выносит вердикт. Если будет отклонение, то партию отправят на переработку, а технологическую карту тут же подправят. На данный момент мы сейчас выпускаем широко всем известный, уже хорошо зарекомендовавший себя в городе Красноярске, в Красноярском крае сибирский брикет. Я вот, получается, второй год уже пользуюсь этим топливом, очень нравится. Плодача у него отличная, собственно. Дыма, посмотрите, все видно, все на глазах, вот я подкинул, то есть вот дыма нет. Мне это топливо очень нравится. У него хорошая калорийность, во всяком случае она не ниже той, что заявлено, значит. Я беру полтонны мешки и, получается, если это ножом брать, ну, это, получается, дешевле угляда. Также наше брикетное производство настроено, оцелено на выпуск металлургического брикета, который широко может применяться в веросплавном производстве, в производстве кремния. Бездымное топливо здесь выпекает две линии, по 2,5 тонны в час каждая. В сутки получается 60 тонн, а в целом этот комплекс выдает 30 тысяч тонн брикета в год с возможностью увеличения этих объемов. За короткий срок эта разработка сибирской угольной энергетической компании уже получила ряд престижных отраслевых наград. Бездымное топливо стало лауреатом Всероссийской премии в области экологии и ресурсосбережения в номинации «Инновация года», Всероссийской премии «Время инноваций» в номинации «Открытие года» и Всероссийского конкурса «Развитие регионов лучше для России» в номинации «Продукт года». Хотя главная награда – это, безусловно, признание потребителей. Уголь на сегодняшний день позволяет решать очень много реальных вопросов, которые связаны с энергетической безопасностью, особенно городов и поселков Сибири. А также, в общем-то, развивать технологии, которые в будущем, я думаю, во многом помогут нам, сибирикам, жить, работать и повышать свое благосостояние. Сегодня важно не только, что и сколько компания добывает, но и как она это делает, насколько экологично. Вот эта огромная черная стена высотой 56 метров – это все уголь. Шагающий экскаватор снимает его слой за слоем. С каждым годом, с каждым днем эта стена подъедается. И, по идее, разрез должен увеличиваться в размерах и расти вшире. Но этого не происходит, потому что с другого края он постепенно затягивается. Мы с самого запуска разреза занимались в той или иной степени экологическими вопросами. Сегодня экология во главе угла работы разреза. Но об этом мы расскажем уже в другой программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok